Первые разгоны после карантина? Первые. У кого какие крутые истории были с выступлений во время карантина? Мне написали сообщение, очень обидное в ВКонтакте. Во время карантина? Ну не то, что это единственное, что произошло. Что я до сих пор про него думаю. Что за карантин такой? Единственное яркое событие. И мне прямо обидно стало. Вы поймете этот обидный момент, который прям сжалит эго. Написал сообщение человек из города Ухты. Говорит, я организатор, организовываю стендап. Уже привозил Ивана Усовича, Гурама Марьяна. И тебя не привезу. Просто напоминаю. Знаешь, что люди зарабатывают деньги. И он дальше написал очень обидное сообщение. Типа, ну я решил теперь делать более бюджетные мероприятия. Я думаю... С более хуёвыми. С более хуёвыми. Просто. Вижу фотографию Алексея Сиренко. Ну я не знаю. То есть я вижу. И он сказал, типа, какие у тебя условия? И мне как-то... Я понимаю, что нормально себя сказать, что ну я типа там... Ну окей. Но мне прям почему-то отскребило это. И я прям написал большую сумму. Пять тысяч рублей. Он это не потянет. Хотел его забаламутить. Вот. Он ничего не ответил. Мне еще опять обиднее стало. То есть мне дважды стало обиднее за маленький промежуток времени. Но я написал ему потом. Я бы согласился ехать меньше, если бы ты был категорией выше организатор. Попытался бы тем же жаль, что он меня. И как он расплакался? Да он вообще ничего не отвечал. А, я его заблочил. Я побоялся, что он ответит. Вот. Я боялся, что он будет лучше, чем я. И я его заблочил. Поступил как настоящий мужчина 21 века. И тут тебе приходит телеграмма. Не знаю. У кого-то бывало какие-то обидные ситуации с организаторами, когда ты такой, ау, как неприятно. У меня была неловкая ситуация. Я как-то... Я тогда еще был в Осетии. И там был местный актер. Он есть. И у него была эпизодическая роль в интернах. Во всех городах есть этот актер. Там он был великолепен. Но потом он снялся в каком-то русском фантастическом фильме, который был полное дерьмо. Мы с девушкой пошли в кино на этот фильм. И мы его смотрим и думаем, зачем мы туда пошли. И в нем разочаровались. И фильм дерьмо. И я говорю девушке, я ему напишу, что лучше бы он продолжал в интернах сниматься, будучи уверенным, что это звезда, которая снимается в телевизоре. Он не прочитает никаких моих сообщений. Я ему просто в прикол пишу, что... Блин, Вадим Цалати. Лучше бы ты... Мы сходили с девушкой на твой фильм. Лучше бы ты продолжал в интернах сниматься. Я был уверен на 100... Если бы я знал, что он прочитает, я бы не написал. Но я был уверен, что он не прочитает. Я отправил это сообщение. И просто сделал скрин. И отправил своей девушке. Типа вот поржом. И мне на следующий день приходит вот такой текст от него. Как ты мог? Я сошелся в фильмах. И я, как типичный хейтер в интернете, я сразу такой... Я не хотел. Я на самом деле... Мне все понравилось. Если будет еще какой-то фильм, я обязательно схожу. Не хотел обижать человека, но... Блин, смешно, если бы он тебе прям сразу ответил. В смысле? В смысле? Он прям сидит на готове, такой... Ну кто-нибудь еще? 15 минут Вадим печатает, и я бы сидел. Что там? А ты еще вообще смотрел это сообщение? Я большие сообщения не люблю читать. Может быть, там вообще писал какую-нибудь фигню. У меня колено болело. Знаешь, какие-то такие ненужные информации. Просто хотел тебя напугать большим сообщением. Они такие просто отмазки. У меня колено болело, поэтому фильм дерьмо. И ты его пересмотришь, такой... А, да, все потому что главный герой хромает. Там фильм про бегуна. Он так плохо подготовился к роли, что у него болело колено. У меня один раз еще была такая ситуация, если говорить про организаторов. Я в Череповце выступал и заказал себе воды, просто воды. И подошел организатор, а там какой-то чек был. Он посмотрел, взял чек, там 30 рублей, и он такой... БЛЯТЬ! Мне так неловко стало. Я думал, блин, действительно, нехорошо вышло. Может быть, что-то в чеке было написано, что... Он рассчитывал на 15 рублей. Ты в два раза превысил его бюджет. Еще есть вот у вас, где мне оскорбили. Что такое-то, Саня? Мероприятие называется «Оскорбление организаторов», я правильно понимаю? В Белгороде, короче. Я должен уезжать в 7 утра. Выступил, типа, в 9 уже. Все, мы гуляем с организаторами по Белгороду, и что-то долго гуляем уже. И я такой, а, ну, может быть, в гостиницу? И они такие. И они просто отходят, два организатора, я прям, ну, метра два, и я прям слышу, я не возьму его. И просто я думал, а какой план? Вы думали, что просто оставите меня в Белгороде в ночи, или что вообще было? Они хотели с тобой гулять до поезда, в надежде, что ты не спросил. Что ты вообще ничего не поймешь. Ох уж эти организаторы. Так и что в итоге было? Я ночевал на какой-то маленькой кушетке. Вот такой. Очень неудобно было спать. Какой-то есть заговор организаторов против меня, как будто бы. Они все пытаются за что-то мне отомстить. А ты вначале что-то обсуждаешь с ними, Санек? Типа там, где я спать буду? Теперь да. Теперь я выгляжу очень странным человеком. Мне пишут, что я свободен в городе Ухте. Где я буду спать? Где я буду спать? Я не буду оба где спать. Больше никакой улицы. Террасы. И больше пяти тысяч рублей. Это обидно, это же как-то, какая-то должна быть, какая-то официальная этика. Тебе нужен райдер просто. Меня один раз в жизни попросили райдер, и у меня не было никакого райдера. Я написал Гураму Амариану, говорю, скинь свой райдер. И он у меня скинул свой райдер, и там какая-то машина, только Мерседес. Я это скинул, мне не ответили ничего, и все. Мне никакой не поехало выступать. У меня с райдером сущность была. Я выступал, ну, с более известным чуваком. Нас привели в гримерку, там был виноград, сыр, вино. Я такой, прикольно, какой сервис. Мне сказали, это не для вас. И просто чувак рядом со мной наслаждался сыром, городом и вином. А женщина такая с планшетиком смотрела, что бы я не съел. Ты такой оттягиваешь руку, ушел. Это для более популярного артиста. Ты сыра, недостоин. Кушайте, более популярный артист. И прикинь бы, артист бы и ел бы тебе в глаза, прям смотрел при этом. Я стану известнее, я таким буду. Это как это расследование мчения. У него в райдере написано, и второй комик должен сидеть без меды. Он даже не должен выступать. Я просто хочу... Просто возьмите кого-нибудь подешевле. Знаете, из моих денег ему заплатите, я хочу видеть вот эту боль в глазах. Блин, ребят, ну, я что хотел сказать. Таких всяких дурацких ситуаций, там, когда тебе нужно поезда ждать или еще что-то. Их бы не было, если бы вы пользовались авиасейлс. Ну, а просто берешь, находишь и сразу улетаешь. Выступил и улетел. За свои деньги. Да. Нет, нужно просто попросить их быть спонсорами твоих перемещений по России. А сейчас у них три маршрута, да, правильно понимаю? Там Турция, Воронеж и все. Ну, такое чистое, там же сейчас вообще выбор путешествий. Раньше такой, куда бы мне поехать, а тебя прямо, ну, два варианта. Не, билеты-то на все продаются, ну, во все страны. Ну, ты не можешь улететь. Он такой, блин, я набрал себе билеты. Реально, они еще стоят пять тысяч. Я захожу там в Испанию пять тысяч. Я думаю, блин, пиздец дешево. Жалко, улететь не получится. А, прикольно, реально, ты заходишь в приложение. Самые низкие цены на билеты. США, туда-обратно, 1200 рублей. Он такой, круто. Купил. Полететь не могу. Ну, надо смотреть, какие дешевые билеты купил. Потрясающе. Можно всем потом рассказывать. Я однажды в США билеты за тысячу купил. Как слетал. Не слетал. Ты не слышишь мою историю, я купил билеты. И авиаселс такие, самые дешевые билеты. Только для вас. Вроде Танзания открывается в качестве страны для туризма. Да, я вот уже об этом думал. Британия, Турция и Танзания. И Танзания такая, чуваки, это наш шанс сейчас. Так я слышал по радио, что... Помните, вы говорили, министр туризма говорил, что мы будем страной туризма, только если все сдохнут. Это же реальность. Я, конечно, может... Это глупо. Есть такая реальная страна Танзания. Думаешь, мы быстро склепались, да, для карантина? Ты мне как будто выглядел... Из кусочков других стран. Я вообще не помню ни одного человека, не знаю, ни одного человека из Танзании. Ну, звучит как из страны какой-то, из сказки какая-то страна. Страна-лимония как будто какая-то. Прилетел огромный орел, забрал тебя и в Танзанию. Там люди вообще как будто, знаешь, все по пояс голые, накачанные. Ходят такие, это Танзания. А это где? У меня по географии тройка. Африка вроде. У меня пятерка, но я тоже не был где-то в Танзании. В этом проблема Танзании. Вообще никто не знает, где она. Прикинь, поэтому повышенный интерес. Ну, поехали, слетаем. Может, это все-таки выдумка. Там у них герб, это просто вопросительное лицо, типа. Мы не знаем, где это вообще. И такой, знаешь, самый странный цвет флага. Такое просто, что это серо-роле. Да и вообще, ты просто садишься в самолет и рядом начинает вот так вот голубую ткань снаружи самолета. И звуки такие. Все стиватес такие. Мы в Танзании. Все выходят такие. Это и есть Танзания. Да, Танзания. Просто затянутый ангар. Прохожие на Домодедово. Прикинь, ты приходишь в Домодедово и там люди такие в шортах такие. Блин, Танзания, разъеб. Коктейль пьют. Это может быть какое-то новое название страны какой-то старой. Давайте считать, что это город в Турции. Город в Турции? Блин, универсальная стратегия. Нет. Алания, Тарзания. 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 Вот там все голые по пояс ходят. В Тарзании. Прикиньте, страна Тарзания и там одного человека образованного ребенка оставили и он хотел обратку, потом понял, что... Его воспитали Тарзаны? Его воспитали Тарзаны. Там обезьяну оставили и ее воспитали Тарзаны. И она стала Тарзаном. Да. А чем... А Тарзаны и Маугли это один человек? Нет, я всегда думал так, что Маугли это версия для детей, а Тарзан это для взрослых. Для их мам. Типа, да. Он ебется еще. Это мальчишка там с животными. То есть Тарзан прям в рот дать может. Нет. Нет, типа Маугли разговаривал с животными, и ты такой с животными, а Тарзан... А Тарзана ты читаешь и понимаешь, что это человек ебнулся. Он разговаривает с животными. Я такой, ну ты че, Багира? Это как... Это, по сути, бабка в парке, которая общается с голубями и кофе. Это мать Тарзана. Правильно понимаю? Голуби, увезите меня в свою страну. И они просто обосрали. Я думал, для женщин это Джорджи с джунглей. Вторая роль Брэндона Фрейзера. Мумия и вот эта. Ну, в детстве было весело. Я недавно пересмотрел, и я просто любовался его телом весь фильм. Прикольно, что ты со временем начинаешь ценить немного другие моменты, да, в фильмах? Мужские тела. Мужские тела, да. Ты написал ему хвалебное сообщение? Лучше бы ты его знал. Как хорошо, что ты не снимался в интернах. Вроде рассказали какие-то истории. Может, про разгону? Есть у кого-то разгон? Коль, хочешь твоего? Да, но пока не очень готовый. Короче, я за время карантина понял, что я вообще... Ну, у меня нет мнений. Не по поводу чего. Я понял, что я просто услышал где-то мнение, я его просто кому-то передаю, и потом обратно возвращаю. Я вот так был с Давидом, когда мы и с тобой на микрофоне. Я смотрел на микрофон, Давид сказал, новички сейчас очень активные. Я такой, усвоено. Просто пришел к тебе и сказал, новички нынче очень активные на микрофоне. Чувак, так я всем эту информацию теперь передаю. Ты такой... Ты такой, ну, это потому что сейчас больше информации по поводу стендапа, больше понимания, как что писать. И я такой возвращаюсь, Давида уже нет. Я к другому. Новички сейчас активные, потому что сейчас больше информации. Все более и более дополнено. При этом меня там не было нигде. И, ну, так по поводу... Я вспоминаю детство, когда у меня были крутые мнения. Вот, типа, любимый цвет, любимая буква. Красный и М. Ну, потому что... Ты обожал вход в метро, ты такой, бля. Не, я думал, они угадали, потому что там красный М, как и должно быть в идеальном мире. А в метро запах прикольный. Сейчас я не обращаю внимание на запах метро. И все это, ну, и типа, любимый динозавр, диплодок, потому что он травоядный, он не агрессор. Но там нет буквы М. Ну, не везде, понимаешь? Это как лавровый лист. Да, где-то положить лаврушечку, где-то не надо. Ну вот, а сейчас у меня, я понял, что когда я наедине с собой, я просто сломанный радиоприемник. То есть мне кто-то что-то спрашивает, типа, что ты думаешь там вот по поводу правой конституции? Я думаю, свет далеких планет нас не манит по ночам, а может нам просто... Я хочу, чтобы это реально было ответами. Я хочу уметь так отвечать. Ты бамблби. Типа, да. Типа, блин, Путин будет до 1936 года. Ты что думаешь? Чип-чип-чип-чип-эдээл. К вам спешат. Вот, и потом, блин, там гаечка горячая. Я такой, усвоено. Не, по сути же, твое мнение это совокупность чужих мнений. А как тогда появились оригинальные мнения? Если все, что у нас есть, это... От Адама и Евы. Они чисто ходили, это хуйня, это прикольно. Жизнь черных вас знает. Либо от обезьян. Все мнения от обезьян появились. Я помню, ты, кстати, говорил в Твиттере, у тебя, по-моему, было спасибо политическим блогерам за мою политическую позицию. Если бы не вы, я бы не знал своего мнения. Да, я специально не смотрю, поэтому ничего сейчас. Вообще. Я вообще ничего, я формирую свое мнение в пустоте. И как? Попробуй. Одинокая? Пока тяжело. Ничего не формируется само, оказывается. Ну, вот эти видео, я перестал смотреть, по крайней мере, видео, где люди берут какую-то ситуацию и объясняют свое мнение по поводу этой ситуации. Вот конкретно такой формат видео, где люди пытаются донести какую-то позицию, я решил не смотреть. Потому что реально получается всегда так, что если человек говорит складно, то ты ему 100% веришь и просто перенимаешь его позицию, потому что так проще. Тебя потом спрашивают, и ты первое, что ты вспоминаешь, тебе же надо сразу что-то ответить. И первое, что ты вспоминаешь, это какую-то клевую фразу какого-то чувака с Ютуба. Слушай, мне кажется, отчасти поэтому карантин сняли. Потому что когда он начался... Идите, получайте мнение. Ну нет, смотри, когда он начался, я такой, что-то... Виктория Боня говорит, что... И дальше же не важно. Не-не-не-не, что там Билл Гейтс всех чипирует. Я такой, ну, поехала, Боня. Все. Проходит месяц, и я такой, так, это еще одна документалка про Билла Гейтса. Блядь, а может быть, была доля правды в том, что Боня говорила? Мне кажется, просто в какой-то момент люди такие, так, выходите и начинайте обмениваться мнениями, потому что нам скоро пизда вообще. Потому что все посмотрели все вот эти документалки. Я думал немного политизированно, наоборот, что карантин сняли, потому что такие... Что-то у людей свое мнение начинает появляться. Я изучил сначала... Прошел курс экономики. И такой, ага, вот как деньги. Мгм. Значит, и мир... Все, нам пизда. Следующий... То есть я сдал контрольную по макроэкономике. И следующий вывод из этого был, что нами правят Ротшильды и Рокфеллеры. А как там оказалась Виктория Боня, если ты... Как... Что у тебя за день такой? Где ты такой, я занимаюсь макроэкономикой, кстати, Виктория Боня. Да. Расскажи мне про дебет. А ты не думал безобидный курс изучать, типа биология? Ты такой, ааа, так вот как они растут, растения у меня на полоконнике. Просто, чтобы это не было ангажированного. Так если никто не удаляет, никто не напишет, типа, секретный видос про огурцы, которые удаляют отсюда. Ютуб не хочет, чтобы вы это знали. Вот чем удобрять огурцы, чтобы урожай был за два месяца. Адренохром. Нет, ну там может быть, типа, огурцы растут благодаря жидам. А я был бы рад жить в этой реальности. Жида, огуречный заговор. Блин, обидно бывает, когда... Полезный для кожи. Обидно бывает, когда ты смотришь какой-нибудь видос про какой-то супер секретный заговор, и я уже во время просмотра такой, я всем расскажу. А потом ты выходишь, и ты там два слова главных запомнил. Ну, там эти, ротвеллеры какие-то, что-то... Семейство ротвеллеров. Мне кажется, правильно называть документалки «разъеби пьянку». А есть такое, что... Я не знаю, я теперь боюсь высказывать мнение, потому что как будто всегда оно может кого-то оскорбить. Как будто любое мнение, оно теперь становится кого-то оскорблять. Ну, организаторы злые на тебя уже. Мнение опасное очень. Поэтому все повторяют мнение, как будто выбираешь, типа, вот это мнение вроде бы, оно не вызвало волнения его, вот оно. Все, заебись, все нормально. Рассказывай другим. Ну да, можно стрелки перекинуть. А так я это у этого услышал. Я же не делал, что он был в бою. У Гитлера. Да. Вот есть, я просто... Есть же хорошее мнение изначальное. Ну, и плохие. Когда мы все узнали про буддизм, я думаю, все. Все такие, о, это прикольная штука. Она такая светская, такая, типа, следи за собой. И мы все узнали про нацизм, и большинство из нас такие, ну, это очень плохо. Вот. И когда мы узнали про ЗОЖ, мы такие, ну, он где-то посередине между этими двумя вещами. Ну, и есть какое-то врожденное чувство того, что в целом прикольно, а что нет. Но иногда я так... То есть я посмотрел Росомаху, это X-Men Origins, я такой, очень круто, крутой фильм. И потом читаю, я такой, этот фильм отстой. Да. Все, кто его посмотрел, дураки. Да. Типа, значит, моя попытка выработать мнение напоролась на то, что оно в меньшинстве, хотя, не знаю, возможно, и один. Никому не понравился фильм Росомаху, кроме меня. Ты же очень недовольный, например, ты заметил, то есть про лицензию, то есть часто там высвечиваются там топ самых смешных комедий за всю историю. И всегда комментарии одни и те же. Кто это придумал? Это не так. Где Бриллианта Вурка? Где Джордж из джунглей? Где это все? Я гоготал всегда. Мальчишник из Вегаса? Хуета. Заблокируйте этого человека. И там все комментарии просто наезжают на него. Нет, прикольно. Ютуб пытается удалить это видео, поэтому быстрее, смотрите, список пяти комедий. Ютуб не хочет, чтобы вы знали. Почему вообще Ютуб не хочет, чтобы мы так много знали? Ютуб удалил видео, как он удаляет видео. Это странно, при том, что Ютуб еще оставляет некоторые видео, которые прям не надо оставлять. Это как вот этот, ну, шестилетний, картавил мальчик, объясняет, как удалить корзину с рабочего стола. О, обожаю вот эти, когда, типа, знаешь, да... Юные специалисты? Да, когда ты понимаешь, типа, так, как там мне синхронизировать данные с айфоном, находишь видео, там просто, здравствуйте, мне 4 года, и думаешь, какой я болван, мне 30 лет, он уже все понимает, у него еще там рабочий стол, типа, знаешь, там, инвестиции 2020, да что-то за ребенок такой, блин. Но меня веселит иногда с какой важностью, он что-то очень простое, знаешь, типа, минут 20, он такой, значит так, ну, это как бы, это что-то, к чему я сам пришел, это я... Так, внимание, смотрите, здесь мышку, ну, мышка, она, это мышка, вот эта мышка, он прям все начинает объяснять. Блин, маленькое замечало, и когда ты прокручиваешь данные же те моменты, он уже прошел сразу же. Ты никогда не можешь попасть в нужную... А на забавных мальчугах не попадались? Типа, три минуты видос, и он в каком-то моменте пошутил, и 45 секунд смеется просто. Ты такой... Так, а начинали мы с чего? С мнений, да? С мнений. Мы же можем полностью сформировать мнение Коли, если мы просто договоримся, вот вчетвером, и такие, давайте ему накидаем ссылок. Я хочу, чтобы Коля поменял полностью свое мнение, не знаю. Так в том-то и дело, я это получу, просто расскажу на ухо хозяйке квартиры, которая придет за деньгами, она постареет, как в дневном дозоре, и все, я буду свободен от этого мнения. А есть такое, что, ну типа, это же опасно, конечно, свое мнение? Я просто, когда смотрю какие-то видео, знаешь, там, когда Гитлер говорит, дофига немцев, фашистов, я думаю, а есть хоть один в этой толпе, который, блядь, что происходит? Почему все одинаково выглядим, почему какой-то мальчик... Неуверенно зигу кидает. Да, поэтому это же опасное мнение. Неуверенно. Ну, неуверенно. Страна такая, надо убить всю планету. Ок. Блин, ну все, потому что он не сразу к этому пришел. Я думаю, если он врывается в папку, слава им надо убить планету, особенно цыган. Все бы так, так. Это очень нужно плавно делать. И один чувак, я всегда так говорил. Я знал. Все тоже начинается с пьянок, типа, ребята, разъебись вообще. Не, он же в целом сначала такой, типа, он сначала, он с похвалы начинал, он такой, блин, мы, конечно, раса мы крутая, да? Все-таки, да, блин, ну я бы сказал, даже лучшая раса. Все-таки, да, блин, такие все, да? А имена какие у нас? Ни одного Якова. Ну прям, мы прям, ну, крутая раса, согласитесь. Начало как у Задорнова. То есть хорошо, что Задорнов не пошел дальше. Я бы сказал, мы лучше всех остальных рас и наций. Ну, возможно. Я бы даже сказал, что остальные не должны существовать. Знаешь, так, по чуть-чуть. Чисто по приколу, рейтинг раз, давайте составим. Это как раз то видео, которое Ютуб одолеет. Топ-10 лучших раз. Топ-10 лучших раз, потом топ-5 раз, потом топ-1 раса. Прикольно, если у Задорнова вырезали остальные части, где он... Убейте всех итальянцев и американцев. Убейте каждый по американцу. Наберите воздуха в грудь. Зик. Хай. Сейчас приготовьтесь. 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 Я заметил, что у меня в основном мнение рождается в противовес чему-то мнению. У меня нет своего мнения. Просто человек говорит мнение, я такой, это хуевое мнение. А у тебя какое? Не такое. У меня другое, блядь, не как у тебя, дебил. Была бы воля, ты бы сказал, я лучше тебя. Я другой. Блин, мне нравятся эти видосы в Ютубе, которые... Эта теория полностью меняет смысл матрицы. Нео на самом деле не избранный. И вот 10 доказательств. Я такой, да нет, он избранный. Они три фильма про это сняли. Ты фильм не смотрел? Там прям все ему говорят, ты избранный. Я уже вот эти видео не включаю, где капсом название. Где на тебя название кричит. Вы не поверите, я поверю. Сто процентов. Я это уже видел, блядь. Когда тебе прям вызов в названии бросают. Люди сошли с ума, узнав это. Чтобы увеличить пенис, нужна сода и... Разных. Это в рекламе? В классных сайтах. Сода и пенис. Пять способов макать член соду. Так, Коль. Окей. Окей, да. Скачал себе Яндекс.Погоду. Вы пользуетесь приложением для погоды вообще? Я на айфоне смотрю. Я скачал Яндекс, меня там заманили функцией, где карта осадков, видели? Там смотришь на карту Москвы, и там туча ползет. И я смотрю на тучу. Я уже как в Инстаграм залипаю, мне уже даже если никуда не надо, я просто смотрю и такой, о, меня там нет. Кто-то мокнет сейчас там, ползет в Медведково, бегите. А я заметил, что я каждый раз, когда захожу в Яндекс.Погоду, меня там спрашивают, а у вас сейчас есть дождь? Я все время думаю, так это я у вас хотел спросить. Кто тут вообще Яндекс.Погода? Я или вы? У них есть Дима.Погода. Они спрашивают у меня, я спрашиваю у них. Там же еще любят всегда какие-то дополнения в этой погоде. То есть погода по факту, это очень такая узкая информация, все ясно. Но они любят давать какую-то романтичную ситуацию, типа, ощущается так-то, так-то. Как погоду ощущают собаки? Ну давай. Всю информацию. Ощущается как душ. Спасибо, Яндекс. В целом мы знаем, как что ощущается. Это для человека, который в коме лежал 30 лет. И он такой, а как это ощущать? Там есть такая тема, как вероятность осадков, например. Я захожу, и там написано, вероятность осадков 50%. Я думаю, и что мне, блядь, делать? Брать пол зонта с собой? У меня было, я посмотрел, там была вероятность осадков 100% с 9 до 0. Я взял зонт, и не было осадков. Ну, и кому я могу предъявить? Типа, вы же обещали. А есть такое, что прям на зло делаешь в погоде иногда? Сегодня 19 градусов. Пошел нахуй, одену футболку. Понятна погода? Я одену футболку. Блин, иногда выходишь на улицу, плевать на температуру. Я в календарь смотрю. На улице холодно, я такой плевать, май. У меня май. Слушай, а это прям отдельное приложение, да? Яндекс.Погода? Да, да, да. Но оно, как и все от Яндекса, оно прикольное. Ну, типа, просто всякий дизайн. Там прям дождь идет, если дождь. Прям как авиасайлс. Ты когда смотришь эту погоду, ты как будто бы сверху летишь на самолете и смотришь на самолете, где ты купил через авиасайлс. Там немного дождь из телефона прям идет. Ты просто чувствуешь себя богом, да? Ты такой сверху. Да, прикольно, если подтуда дул воздух. А счастье вот так, уйти прям холодом. У нас в Челябинске, кстати, погода, у нас была прямо фишка такая, по которой даже говорили в СМИ. У нас погоду всегда вела женщина в купальнике. Прямо, ну, с грудью большой. В школе? Да. Предмет погоды. 60 лет такая, да? Да, такая-такая. Блядь. Всем здравствуйте! Где мой крестик? Блядь, извините, жопой закрыла Хабаровск. Как это символично. Прогноз погоды по телеку, по-моему, вообще уже никому не нужен. Который можно один раз в день узнать. В семь вечера, как правило. Такой, блядь, мне сейчас выходить надо. Время утра. Ждать по расписанию, когда там прогноз погоды начнется. Я смотрел где-то в Бразилии, по-моему, прогноз погоды с очень фигуристыми девушками. Вот тут так же в Челябинске. Тут погода просто для прикрытия. В Челябинске есть в Бразилии! Погода просто для прикрытия. Все хотят посмотреть на грудь. Такие, да-да, расскажи мне, что там в Челябинске. Сейчас я тебе покажу осадки. Прикольно, если... ДАВИД! ДАВИД! Ничего себе! Тут прям час интеллигент, потом бам! Про осадки вообще. Это все большая ловушка, Давид? Вот это панч, конечно. Прикольно, если они такие, типа, блин, мы все равно теряем аудиторию уже и даже с фигуристой, и они просто порнуху включают. И она жарко. Очень жарко будет. Осадки там на лицо. Просто какая-то пара сосется. Я вообще подумал, когда первый раз сказал, что... Вот что-то там. Приложение прогноза погоды с функциями. Я подумал, какие функции могут быть. Выбирать погоду, как в Тиндере. Дождь? В офисе сидишь такой, дождь, пусть никто не гуляет. Пусть все работают. У меня так было. Я когда в офисе работал, я радовался, когда дождь, потому что... Я ни один не гуляю. Когда ты едешь отдыхать, смотришь, ага, так тебе и надо, Россия. Не то, что у нас тут. В хорошую погоду бывает такое, что ты идешь просто по улице и смотришь в окно офиса и думаешь, работай, работай. А я вот гуляю. Я такой человек, извините. Ты вообще не понимаешь, как так можно гулять. Я гуляю. Я очень вслух комментирую. Блин, как ногам приятно. И легким. Прогулка. Люблю прогулки. Идешь просто и говоришь вот так вот, как я шевелю ногами. Блин, мне нравится эта гравитация. Круто, круто. Блин, дождь, дождь, блин, дождь, 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 капля, капля, мокну, блин. А можете про себя гулять? Извините, мы все хотим говорить. Хорошо. Что-то я действительно... Не, я бы, если бы я в тюрьму попал, там бы я на прогулках комментировал, Диан. Это же редкость. Гуляю. Нихуя себе. Небо. Что? Что ты добавил? Я сказал ебут. Извините, ладно. Насилие, насилие, насилие. Что это за прогулка? Меня ебут. Странная прогулка. Еще и облачно. Что за день? Блин, а Яндекс вообще все приложения какие-то отдельные, да, дофига делают? У них какой-то момент было, как будто три разных приложения с картами. Прикол в том, что они все лучше делают. Вот я, ну, не могу не пользоваться ими. Вот они делают погоду, я захожу, блядь, ну, у вас чуть поприкольнее погода, чем официальная от Apple. Вот чуть лучше они сделали, чуть добавили эту карту, она не работает даже. Я прям смотрю на карту, там тучи надо мной, и нет ничего. Она не работает. Мне просто нравится, как это выглядит. Это все приложения Яндекса. Круто выглядит. Я еще вот хотел над чем подумать, что мне кажется, что люди как-то слишком дождя боятся. У вас нет такого ощущения? Ну, типа, мы люди. Мы вообще ничего не боимся. Но когда вода с неба идет, все такие, я не пойду туда. Слушай, ну, есть ощущение, что люди боятся, ну, не всем телом воды, а только головой. Потому что, знаешь, когда вот полностью ливень ебошит такой, что никакой зонт не спасет, и все равно человек идет с зонтом. У него все мокрое, но вот здесь у него чуть-чуть сухло, он такой, я спасаюсь. Я не зря зонт взял. Прикинь, реально, мим идет такое, да, мне здесь важно. Ну, прикинь, реально, мим это, кстати, правильно, да, потому что у тебя косметика. Мим не нравится, я делаю. Типа, вот реально, по сути, мне кажется, нужно надевать зонт, если ты только мим, а все остальные ебаные позеры. Так бывают же реально чуваки, которые, ну, на улице дикий ливень, ты в окно смотришь, все прячутся, и один идет, который все понял. Он просто медленно идет. Да, такой аквамен, который такой. Я принимаю тебя, природа. Так так и должно быть, вот я считаю, что все должны так ходить. Блин, это бы круто смотрелось, если бы ты сейчас полностью мокрый сидел. Че вы боитесь? Че люди боятся воды? А еще я, нет, я же сам, это просто, мне кажется, вот, например, град, то есть всегда еще бывает какой-нибудь град, какой-то сумасшедший, который там уничтожает все, там, какие-то большие... Никогда у нас всегда был кто-нибудь свидетелем Большого Града, потому что я сразу смотрю новости, где там град с машину падал. Нет, мы всегда с фруктами сравнивают. Град с абрикос. Размером с яйцо, самое частое. Град размером с яйцо, ты смотришь, даже не яйцо. Град с маракую, что у них за настроение там? Град с яички моего мужа. Эй, поговорите с ней. И там очень маленькие такие, очень маленькие такие, милые. И все ходят, и дети такие ходят. Это не град, это просто снег, знаешь, она просто вся хотела унизить тело. Такие же холодные и безразличные. Коля, а ты что думаешь про Яндекс.Погоду? Ты не понял? У меня гисметио, у меня все устраивает. Гисметио, да. Прикольно был бы стендап. Яндекс.Погода? Не думаю. Так, дальше, что у меня после отлистов? Для меня это дождь индикатор жизни. Вот, правда, я был однажды, гулял с девушкой, начался дождь, и она такая, ну почему это должно было случиться со мной? Для нее дождь был прям вот, ну, ужасом. И в то же время есть вот эти люди, которые, а, дождь? А, окей. И просто идут, которые даже не замечают, что есть дождь. Чем хуже для тебя наличие дождя, тем лучше твоя жизнь. Все? Да, нет, глубоко. Простите. Ну да, реально, бездомным же плевать на дождь. Да, я сейчас... По-моему, это как раз те, кому не плевать на дождь, у них же дома нет. Не-не-не, я сегодня, я шел сюда, и там палатка, что-то там печать или что-то такое, я прохожу, и там чувак вот так рядом с ней спит просто, и дождь уже идет, он такой, ну, видимо, для него это утренний душ. Он такой, охуенно, я думал, просто... Так дождь, это вообще как душ в целом. Да, ощущается как душ. Какий бы был горячий дождь? Ай, блядь, похолоднее, кто там в другой стране, другой дождь какой-то, что происходит? Горячо. Блин. Я бы не хотел... Горячий дождь, а вот это реально было бы огнено. Блин, это ужасно было бы. Сука, сука, сука. Слушай, а Яндекс же в итоге просто сделает все, да? У них же реально такая тактика, то есть они сидят и такие, что еще у Apple прикольное? Сделаем это чуть-чуть прикольнее. Яндекс, Тиндер, Яндекс... Я им благодарен. Мне так хочется их обвинить в чем-то. Но не в чем. То есть обычно такие компании хочется их разоблачить, хочется сказать, вот они, пидорасы, так они, вы видели, что? Но они следят за всеми твоими передвижениями. Да похуй, я сюда пришел, сейчас домой обратно пойду. Пускай следят, блядь, сколько влезет. Прикинь, там три специалиста. А что, они реально следят? Ну, я знаю, что в Google, в Android-телефонах автоматом включено. Ты можешь сам зайти и какую-то там включить функцию, и будет видно все твои передвижения прям линией по карте города, все, что ты двигаешь. Да, но они, короче, говорят, что это обезличено, вроде как. Они не знают, что это именно Дима Гаврилов ходил позавчера в гей-клуб. Дим, они не знают. Телефон Димы Гаврилова был в гей-клубе. Какой-то грабитель обыграл Дмитрия Гаврилова и пошел целоваться с мужиками, как и предполагал Дмитрий Гаврилов, когда... И вернул зачем-то потом телефон. И каждую субботу так делает. Дима, извини. Что за прикол? Я вообще не понял, блядь. У меня жена, мне, кстати... Я гей? Он еще и подчеркивает сразу сам такой, а у меня жена... Нет, у меня жена ходит в гей-клуб, потому что там весело очень, и там крутая атмосфера в гей-клубах, говорят. Типа, да, там какая-то музыка крутая. Ну прикольно, что она как раз с твоим телефоном ходит специально. И у тебя появляется странная реклама контекстная, знаешь? Мужские стринги. И она говорит, пойдем, сходим. И у меня достаточно грубая мысль по этому есть. Очень грубый загон. И расслабьтесь, сразу скажу. Это юмористическая мысль, если что. Я, типа, не хочу туда ходить, потому что если там произойдет какая-то беда, какой-нибудь теракт, я не смогу объяснить никому, что это было просто для угара, потому что жена меня туда позвала, а не потому что... Ты для угара устроил теракт? Просто жена позвала. Каждую секунду. Там музыку не слышно из-за... У-ху-ху! Там нет музыки, там просто все стоят такие... У-ху-ху! Я гей! Могу кричать тут. Это просто место, где они свободно могут покричать по-гейски. Я гей! Все кричат просто так, потому что это единственное место Москвы, где там можно кричать спокойно. А реально, да, ходит в гей-клуб? Для прикола ходит в гей-клуб? Горят очень весело там. Не знаю, мне девушка говорила, что она смотрит гей-порно, но там объяснение другое. Она просто говорит, что два члена лучше, чем один. Давид, это намек. Тебе нужен... Тебе нужен второй член. Прикинь, было тебе обидно, если бы она смотрит, как гей дрочит. У него есть член. Блин, как-то глупо я с тобой общаюсь. Гей дрочит. В целом, гей натуралы даже одинаково дрочат. Если ты увидишь видео, как можно... Я дрочу, и я гей. Я кричу, что я гей, и я дрочу. Лобода всегда играет в гей-клубах, как оказалось. Но очень часто... А ты сходил в итоге? Нет, Кристина говорит... Не-не-не, я серьезно. Так нет, ну я без... Санек, нет смысла отворачиваться от камеры. Не смотри. Там тоже камеры. Не смотри. Как я выгляжу? О, прям, как будто хорошо было. Слушай, Яндекс может сделать Яндекс гей-клубы и просто слить потом всю эту информацию. Это будет очень странная подписка Яндекс Плюс. У них должно быть... У них же должно быть лучше, чем что-то. Чем будет лучше у Яндекс гей-клуба? Нет, нет, Эл. Нет. На что тут обижаться? Я езжу, я на Яндекс. Дим, 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 извини. Дим, я просто... Первое, что пришло в голову... Сижу, думаю о гей-клубах просто. Ну, про гей-клубы легко пошутить, Эл. Все, я... Попробую про дождь что-нибудь придумать. Легко сказать. Ой, этот чувак гей. Я же не сказал, что ты гей. Я сказал, что ты... Как будто это что-то, что ты хотел бы скрыть. Потому что смотри, как Санек медленно подбирается к тому, что... С женой в гей-клубе и вообще не то, чтобы он был. Я вообще ничего про гей-клубы не говорил, Эл. Ты сказал, что я... Заметь, я вообще ничего не говорил. Ты сказал, там отслеживают твое передвижение. Так ты был в гей-клубе. Вот как ты разъем от этого. Как будто бы что-то, что ты хотел бы скрыть. Есть песня и про дождь, и про геев. It's raining men, hallelujah. Ну все, я про гей-клуб записал, короче. Блин, ты просто в итоге рассказал, да? Я скажу тебе, у меня есть Яндекс.Погода, и я был в гей-клубе, вот так буду выступать. Потому что я гей. Нет, Диман, подожди. Я там занимался гейским сексом. А у вас есть Яндекс.Погода? Вот это будет начало моего бита. Блядь, блядь. У кого есть Яндекс.Погода и кто был в гей-клубе похламать? Я сворую шутку про Яндекс, чтобы тебе было больно, понятно? Я такой переживаю, я пошутил про геев, ему не нравится. А сейчас вот еще что-то думаю, извини, Дим, пожалуйста. Дим, прости. Нет, когда вы говорите, извини, это хуже. И вы что, по-вашему, я обижаюсь на то, что я гей? Вы сейчас выворачиваете эту ситуацию так, как будто я реально гей. Нет, нет, извини, что мы просто разгон не туда повели. Все нормально, ребят. У тебя же про дождь было. Да не-не-не, там… Надо про дождь! Не-не-не, уже не надо. Там было что-то про дождь. Меньше, чем про гей-клуб, конечно, но что-то было. Блядь. Я знал, куда я иду. В гей-клуб? Да. Такая мысль… Не мысль, факт. Бывает же такое, что ты слышишь музыку большую часть своей жизни, какую-то песню, и думаешь, там один текст, а оказывается другой. Ну, типа, слушаешь там «Никкельбэк» какую-то песню… Оказывается, они «Никкелбэк». Да. Ох ты, блин. Ну, там, не знаю, слушаешь там какую-нибудь песню, там, не знаю… Оказывается, она «Пустьня». Да, там что-то… Все, извини. А оказывается, ты в гей-клубе, Саня. Слушаешь песню, сидишь. Вроде разогнали, вроде разогнали. Я думаю, готовый бит. В целом, к этому бы все равно пришло, поэтому… Вот. И, короче, ну, не суть, короче, я в долгую часть жизни… Есть же песню «Нилбэ» «Улочки Московские», да, а я буквально года два назад так узнал, что это улочки московские, потому что я всю жизнь думал, что песня «Булочки». И никогда, блять, не понимал, почему он про это, блять, поет вообще… А, так это улочки. Да, улочки. А я слышал булочки ж... Я тоже улочки слышал. Я вообще не понимал, что вы, блять, забывал… Я думал, булочки, да. Что? Песня про улочки мои. А вы думаете, что это реклама, да, просто интеграция какая-то? Я в какой-то момент думал, булочки московские, ты о чем нахуй вообще? Булочки мои, и он так себя в клипе по заднице шлепает. Так еще, блядь, что за концерт у тебя, где ты поешь про какие-то трагические события? Любимая группа Путина. Что ты так с Путиным, блядь? Какие булочки? Где, блядь, смотришь концерт в Кремле, где люди в погону такие, булочки московые. Думаешь, что не так вообще? Слушай, у меня тоже, у меня было так с песней, это, помнишь это, у группы Браво, Вася. А ты слышал Игорь? А, прикинь. Блин, как похоже. А он слышал булочки. Конечно, булочки. А что ты слышал, что ты слышал в Мраво? Нет, там типа, конечно, Вася с телегой из Москвы. А я в детстве всегда слышал с телегой из Москвы. И я такой, нормально, чувак приехал, видимо, в регионы, хвастаться телегой из Москвы. Вот, смотрите, что у нас в Москве, телега. Смотрите, какая она, ммм, с телегой из Москвы. И солист такой, конечно, Вася. А что там за чувак с телегой из Москвы приехал? Да, конечно, Вася, блядь, все время понтует со своей телегой из Москвы. Мне нравится, думаешь, если бы он пел булочки. Там же есть припев «Улочки московские, спасские, петровские, я люблю вас, улочки, улочки мои». А есть речитативная часть, где он такой «Улочки московские, спасские, петровские, что-то там таганские». И он говорит раз в 12. Если бы он все это про булочки говорит, я бы думал, ну, чувак, реально, ну, город по булочкам. Улочки таганские. Вот это, блядь, ликбез по булочкам, блядь, конечно. Человек, конечно, заморочился. А есть чуваки еще, которые специально так делают, есть же песня «Скрип колеса». И там до сих пор, я не понимаю, это «Скрип колеса» или «Скрип колеса». Время стекла? Вот эти все. Это «Скрип колеса». Точно? Да, очень странно «Скрип колеса». Ну, это чисто ты не придумал, не можешь кроссворд разгадать. Ты никогда не играл на «Лисе»? Я не вижу, что ты берешь лишь и вот так вот. Она такая «И-и-и-и-и». «И-и-и-и-и-и-и-и-и-и». «И-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и». Она расстроена. Да нет, она очень довольна. Еще в иностранных песнях всегда, поскольку английский такой себе, я какие-то свои слова тоже слышу всегда, там типа они там не like it, move it, move it, а там типа like a move it, когда вообще какое-то другое слово вообще, потом узнаешь английский, блядь, ты конечно интересно пел ее, орал прям, ты прям орал. Да, ты начинаешь вспоминать все, а есть же вообще такое, что когда ты узнаешь, даже вот в этой, ты когда узнал, что это улочки московские, у тебя флешбеками не пронеслось все те моменты, где ты вместе с кем-то подпевал, так как булочки, парни давайте вместе булочки московские. Так, Санек, когда ты на свадьбе обнимал какого-то толстяка и вместе с ним пел ее. Да, и он прям грустный такой стоял. Это про тебя, это про тебя. Ну ладно, я вроде, я вроде вообще из Хабаровска, ну не важно, пусть он латыбец уже от меня. У невероятных концертов группы любая приходишь, там мужики плачут нахуй, в погонах нахуй. Это самая странная концерта. Представляешь, приходишь, плачут мужики в погонах. Они плачут, когда узнают, что он не служил. Кто-то читал переводы песен, и, например, есть же еще переводы песен каких-то, и тебе нравится какая-нибудь крутая песня, и потом ты решил узнать ее перевод, и ты думал вообще другой сюжет там. Нет, лучше не читать переводы песен. Да. Не, вообще странно, да, что ты русскую песню слушаешь, такой, какую хуйню вы поете, а потом переводишь какую-нибудь клевую, популярную американскую, такой, а. Такая же хуйня. А, прям эта же песня? Да. Просто она. А, это просто локализация русская? Понятно. Я недавно удивился. Все же знают песню Боба Марли, No Woman, No Cry. Ну, я никогда не гуглил перевод, потому что я такой, ну эти три слова я переведу. Нет. Женщин. Нет. Плача. Нет слез. Я был уверен, я был уверен на сто процентов. Я даже не гуглил никогда, потому что я был уверен, что это такой перевод. Что посыл в том, что все проблемы от женщин. Странно, для Боба Марли, конечно, но я был уверен. А потом я просто ради интереса, ну как-то наткнулся, оказалось, что он переводится как нет, женщина не плачь. Типа он успокаивает женщину. Типа он безграмотный. А я думал, он типа, вот бабы, блядь. А он такой, не блядь, позялись. Ровно вот так вот. История была в Осетии, с этой песней связанная, может, для кого-то будет шоково, но когда кто-то в Осетии, да, Боба Марли Осетии. В общем, там бабушка скончалась, а так принято, что соседи помогают. И молодые парни обычно до кладбища, потому что это близко, несут гроб на плечах. Гюмористическая передача. Поговорим об этом. И, в общем, один из чуваков, а это прям тяжело, один из чуваков нес, идет процессия, вот это вся, впереди несут, и музыки не было траурной. То есть в тишине несут, он двумя руками еле держит гроб с этой женщиной взрослой, и у него в кармане начинает играть No Woman No Cry, просто на всю улицу. И вот под это ее несут. Вот такая веселая история. Нет, было бы хуже. Там, если там было, ты меня любишь, ага, а ты со мной будешь, ага. Или Crazy Frog. Crazy Frog. Па-па. Сникерок. Под Crazy Frog они все побежали. Нет, вот так еще делают. Пэм-пэм. Там любая песня, которая бы заиграла в целом, практически. Любая, кроме траурного марша, в целом выглядела бы странно. Нет, или если бы там из Титаника, знаешь. Вызов на телефоне траурный марш. Что за человек? На всякий случай, вдруг я буду нести гроб. Нет, ты перед тем, как нести гроб, меняешь рингтон, чтобы я с тебя позвоню. Позвоню, 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 позвоню минут через пять, ладно? Сейчас будет, сейчас. Чтобы все такие, откуда это, это бог включил, это у тебя из кармана. Так, мы тебе вообще ничего не вкинули. Мы просто рассказали какие, ну я рассказал две свои похожие ситуации. Мне кажется, что-то было касаемо, что-то получилось. Какой официальный ответ? Я отказываюсь признавать. Мне кажется, что-то было касаемо моей темы. Прозвучали некоторые аргументы. Да, я понял, что не нужно это рассказывать. Это же тоже задача разгонов, понимать, типа, но все время встречаешь на разгонах, потому что, пожалуй, это никогда нигде не расскажу. Хотите, я расскажу разгон? Да, пожалуйста. Умоляю. Замечали, что люди на электромоноколесе выглядят так, как будто бы вообще не знают, куда им деть свои руки? То есть они всегда несутся с намного большей скоростью, чем нормально делать вот так. И они едут вот так вот. Ну и странно это выглядит. Ну типа, ну им тогда нужно... Я подумал, что, возможно, им прикольно как в аниме-то вот так ехать. И стремительно вот так вот просто смотреть по сторонам. Либо как Супермен, и чтобы у них плащ сзади развивался. И непонятно просто, что с этим делать. Наверное, когда ты там. Ну, короче, выглядит странно. И я подумал, может, им нужен лук и стрелы, чтобы они ехали так, как кентавр, типа. Потому что я подумал, что кентавры же поэтому все время с луком и стрелами. Потому что, возможно, сначала его когда представляли, тоже у него руки были вот так. И он такой... Где мальчик, который выжил? То есть вот так тоже странно ехать. Я еду, я уверен. И я увидел недавно чувака, у которого абсолютно уместно были руки на таком моноколесе. У него обе руки были сломаны. Он вот так ехал. И я такой, во, вот так? Прям не вызывает вопросов, реально. Потому что, видимо, как-то до этого ездил неправильно. Да. Очевидно. Уроков не извлек. Он ездил вот так вот. И его остановили и сломали ему руки просто. И он такой, ну ладно, пожалуй, без вызовов. Но он с ровной на такой. Прикольно было бы, если бы еще копье у него было. Как вот... Как эти чуваки на лошадях, помнишь? Почему этот спорт пропал? Интересно же было. Интересно, почему? Я всегда... Спорт, где убивали людей? Да, да. Где одного человека насаживали. А победитель получал принцессу, да? Вот этот спорт. Да, да, да. Блин, прикольно, что в таком спорте... А ее никто не спрашивал. Вот этот спорт. Блин, почему? Сейчас был бы такой спорт, было бы прикольно пытаться его спасти смс-голосованием. У вас есть 20 секунд. Быстрее, 20 секунд, мы еще можем спасти его. Нужно 2000 смс-ок. Давайте скорее. Ну, короче, я сколько не видел вот этих людей на этом колесе, всегда странно. Потому что они выглядят... Ну, они двигаются реально очень быстро. Да, они прям быстро едут. Супер быстро. Но при этом, знаешь, такая скорость не подходит вот к этому расслабленному стоянию. Я вел... Им нужно, мне кажется, в руки просто руль какой-то взять. Который не присоединенный ни к чему. Потому что в целом, как будто ты едешь куда-то, у тебя должен быть руль. Это логично. Просто вот так ехать. И фуражку водителя, как дебил, ты поедешь. Свисток машинистов. Смигалка такая. Прикинь, реально смигалка. Я же давайте, посторонитесь. Я думаю, что кто-то подумает, ну сейчас так, по блютусу там как-то передается. Но это же выглядит инновационно, что у тебя отдельно часть на ногах, отдельно руль в руках не присоединен. И ты вот так поворачиваешь. Ну короче, им явно нужно что-то пробовать. Может быть вот так. Знаешь, как будто он плывет. Блин, а ты всегда думал, то есть в тот момент, когда ты падаешь от этого колеса, как нужно подобрать правильное выражение лица. Мне кажется, он падает, и ты такой. Я сюда ехал. Я на месте. Я ехал сюда истекать кровью. Это мой план на сегодняшний день. Книгу надо читать. Вот, я еще тоже подумал. Правила дорожного движения. Люди все... Люди все идут сейчас там. Кто смартфон смотрит, еще что-то, ты вообще на этой херне не можешь отвлечься ни на секунду. То есть ты должен быть сосредоточен. Я видел чувака, который хотел показать, что он расслаблен, и он курил, но ему прям вообще было... Типа выглядит так, ебать, скорость. Блин, я вчера на Патриках видел чувака на... Как это называется? Моноколесо с сидушкой. Бля, даже такой... Сидишь. И он с педалями. А, с педалями. Да, но ему прям неудобно было. Он прям еле ехал. Как думаешь, к нему подъезжает этот чувак такой... Дв-в-в-в, дальше. Но на этой ты сидишь же, ты как-то руками тоже должен... Просто на моноцикле. Ну да, одно кольцо, две педали и сидение. И он вот прям, сложно ему было. Я думаю, да господи, встань, возьми в руки и иди просто. Что ты мучаешься, бля. Он прям еле ехал. Ну видно было, что ему сложно. Ну это сложно, да. Такие претензии. Давай, блядь, езжай увереннее. Ты на одном колесе. А ты в цирке, ты в цирке так же такой... Да просто встань и ходи по этому кругу. Чувак, я же вижу, тебе неудобно. И вы, медведи, прекратите. Понимаешь, что вы не так, не на трехколесных велосипеде. Да какая чушь. Ну уже же есть вот эти штуки. Пусть все на них ездят. Что ты, зачем ты пытаешься ехать на вот этом, когда можно встать и поехать просто. То есть он когда на велосипеде такой, ебать, я лох. Ну вот и мой разгон подошел к концу, ребят. Ну а если он на моноколесе в гей-клуб ездил? По-моему, есть куда руки деть. Дрочит двум чувакам вот так. Забыли что-то. Да, вот так прикольно. Им просто нужно вместе ездить. Втроем. Просто, просто... А эти чуваки вот так едут, типа. Не, а у них уже руки в карманы. Не, они просто штаны приспустили и держат их. Как гейская тема, любую спасает просто ситуацию. Везде добавляешь геев и сразу... И веселее становится, ребят. Гейская тема, любая спасает... Гейская тема, любая спасает... Гейская тема, любая спасает...